продолжаем наши британские истории не работы дословно узкие лодки это тип лодок для каналов которые использовались для перевозки грузов по каналам собственно говоря и рекам англии уэльса с конца 18 века они длинные и узкие обычно около 70 футов это около 21 метра в длину и 7 футов в ширину это приблизительно около двух метров эти лодки были разработаны для навигации по узким водным путям и туннелям системы каналов идея такой лодки приписывается джеймсу бриндли который был одним из самых влиятельных инженеров британии в честь него даже был назван один из каналов туннель бридли он же построит бриджуатерский канал английского bridge water канал одно и то же один из первых искусственных водных путей в великобритании положивший начало той самой промышленной революции главный канал в северо-западной англии соединяющий ранкорн манчестер или почему именно такие лодки почему нужно было делать их такими узкими они скажем 356 метров в ширину уважаемые знатоки жду ваши мысли в комментариях и прежде чем я продолжу жмите на кнопку подписаться и уже в следующих выпусках вы узнаете новые факты о великобритании швейцарской банковской системе и конечно миллиардерах китая куда сейчас мы без них без этих самых миллиардеров возвращаемся к лодкам на самом деле все достаточно логично строительство широких каналов и шлюзов требовало больших затрат поэтому требовалось уменьшить расходы сделать уже каналы и таким образом увеличить количество маршрутов бриндли достиг соглашения с владельцами компании тренд энд мерси канал компании о строительстве шлюзов на их канале как раз для узких лодок выбранные размеры для не роботов возможно были связаны с необходимостью прокладки туннеля под херкасл хилл этот тоннель был построен в девятнадцатом веке имел длину 2675 метров и когда-то являлся самым длинным в великобритании тоннель был проложен под 195 метровым холмом херкасл хилл холм самым высоким районом сток он тренд и был необходим для транспортировки угля собственно говоря туннель пролегал под холмом чтобы весь этот холм огромный не объезжать с углем тем более когда транспорт был не развит до вскоре такие размеры становятся стандартом для лодок которые плавали по каналам британии в наши дни на водных путях можно найти самые разнообразные узкие лодки от сохранившихся исторических рабочих лодок специально построенных лодок для аренды до лодок отелей лодок для кемпинга и частных лодок любого типа историю узких лодок можно проследить до 18 века тогда впервые была разработана британская система каналов в то время каналы в основном использовались для перевозки тяжелых грузов таких как уголь или строительные материалы чтобы удовлетворить спрос на эффективный экономичный транспорт были разработаны лодки для каналов в том числе на работу неру узкий будут лодка узкие лодки изначально строились для гужевого транспорта то есть лошадь шла по тропинке вдоль канала и тянула лодку великобритании кстати если вы будете на ряде каналов то можно увидеть как многие старые каналы и возле них обязательно будет тропинка сейчас конечно по этим тропинкам лодки не ходят но бегают люди и катаются на велосипедах с появлением паровых двигателей многие лодки стали оснащаться паровыми а затем и дизельными двигателями лошади вышли на пенсию в середине 20 века использование канала для транспорта сократилась из-за развития железных дорог и многие узкие лодки были заброшены туннели тоже заброшены или же лодки потом переоборудовались для использования в рекреационных целях последние годы возродился интерес к узким лодкам многие люди даже предпочитают жить в них или использовать для отдыха сегодня узкие лодки обычное явление в британской системе каналов они часто украшены яркой и характерной краской и являются важной частью промышленного наследия страны и символом ушедшей эпохи транспорта и торговли сеть каналов великобритании сыграла жизненно важную роль в промышленной революции каналы позволили стране обогатиться за счет увеличения промышленного производства великобритания была первой страной разработавшей общенациональную сеть каналов их протяженность составляет почти 4000 миль это 6400 километров каналы позволяли доставлять ту или иную продукцию быстрее и дешевле чем наземным транспортом первым каналом построенным в великобритании был санки брук навигейшен открытый в 1757 году в лэнкашери однако именно строительство канала бридж-вотер в 1761 году соединившего угольные шахты герцога бридж-вотерского в ворсле с растущим торговым городом манчестером считается началом эпохи каналов в течение следующих нескольких десятилетий по всей великобритании были построены сотни миль каналов создав обширную сеть водных путей которые соединили города поселки и деревни по всей стране каналы окутали всю англию с юга до севера была построена колоссальная система шлюзов акведуков тоннелей а профессия лодочника стала очень популярной и прибыльной тогда же был построен самый длинный тоннель великобритании туннель стендэдж на узком канале хедерсфилд его строили в течение 16 лет с 1794 по 1811 годы канал был закрыт для движения в 1943 году и вновь открыт лишь в мае 2001 года с появлением железных дорог в середине 19 века важность каналов стала снижаться поскольку железные дороги предлагали более быстрый и надежный транспорт также сильный удар по водной транспортной системе британии нанесла студеная зима 1963 года канала замерзли баржи застряли в них на три месяца многие каналы перестали использовать по назначению и они пришли в упадок британцы очень много лет не делали попыток возродить эксплуатацию каналов но и не спешили от них избавляться последние годы вновь появился интерес к системе каналов многие были восстановлены и отремонтированы не дешевое топливо пробки на дорогах загрязнения воздуха вновь делают позабытый вид транспорта рентабельным и популярным сейчас их используют в качестве мест отдыха и развлечений система каналов в великобритании является популярной достопримечательностью как для туристов так и для местных предлагаю уникальный способ познакомиться с индустриальным наследием страны и природной красотой я когда-то был в кавентре снимал там несколько учебных заведений там меня познакомились семьей которая восемь лет прожила вот как раз таки в таком на роботе путешествуя по англии самый молодой канал британии это канал ribal link который был открыт в 2002 году чтобы соединить ранее изолированный ланкастерский канал с остальной частью национальной сети внутренних водных путей он проходит всего в четырех милях от пресс тона до реки ribal которая затем соединяется с каналом лиц и ливерпуль система каналов в лондоне относится к сети искусственных водных путей которые были построены в городе в конце 18 и начале 19 веков каналы были построены для перевозки угля древесины и строительных материалов из промышленных районов на севере англии на процветающие рынки лондона один из самых колоритных каналов это гранд юнион построенный в 1929 году он соединяет реку темзу с рекой ссор правым притоком трента также этот канал протяженностью 220 километров соединяет лондон с бирмингемом на канале расположено 166 шлюзов соединяется с оксфордским каналом также в деревне стокбрэрн в саут-норд-гемптон шире ура выговорил расположен музей канала the canal museum самый известный канал лондона риджинс канал построен в начале 19 века и пролегающие от паддингтона на западе лондона дула им хауса на востоке проходя через риджинс парк и модные районы камдон и хак не очень люблю риджинс парк и я как раз учился там рядом университете вестминстер также он соединяет гранд юнион канал на западе и темзу на востоке его протяженность почти 14 километров и долгое время он был главной торговой артерии города до середины 20 века когда автомобильный транспорт стал более распространенным и канал вышел из употребления на берегу риджинс канала расположен лондонский музей каналов он довольно молод был открыт в 1992 году музей выставлены лодки и баржи всех типов и размеров а также инструменты лодочников и грузчиков их одежда и предметы обихода различных эпох неподалеку от обоих каналов находится четырехзвездочный отель the narrowboat canalside pub and kitchen это семейный pub и ресторан на семью номерами с ванными комнатами отель представляет изысканное меню современной британской кухни а также несколько блюд интернациональной кухни отдохнуть и переночевать можно в уютных номерах со всеми удобствами этот отель пользуется популярностью у деловых людей которые не могут прерывать рабочие процессы даже во время отдыха я хотя это не рекламирую но как туристам вам возможно будет полезно сегодня система каналов в лондоне в основном используется для проведения досуга например для пеших прогулок езды на велосипеде и катания на лодках как я уже говорил буксирные дорожки которые проходят вдоль каналов обеспечивает спокойный отдых от шума и суеты города лодки курсирующие по водным путям предлагают уникальный способ увидеть лондон с другой стороны в нерву ботах люди живут их сдают в аренду на них проводят экскурсии для туристов во время прогулок на каждом из каналов можно увидеть как живут и работают люди вы можете встретить французских пекарей попробовать свежие круассан или выпить местный глинтвейн прямо на воде не выходя на сушу также вы можете встретить на работы рестораны сколько живет людей на работах точное количество живущих в лондонских на работах оценить конечно же сложно централизованного реестра обитателей лодок не существует однако согласно отчету канал and river trust за 2019 год около 4000 человек живут на лодках по всему лондону а здесь отмечу что не все обитатели этих лодок живут именно в ней роботах так как существует множество различных типов лодок которые можно использовать в жилых целях можно яхту использовать в жилых целях термин не робот обычно относится к определенному типу лодок для каналов о котором мы собственно говоря весь этот выпуск и делаем они длинные узкие с характерной формой которая позволяет им перемещаться по узким шлюзам и тоннелям в системе каналов тем не менее многие другие типы лодок также могут использоваться в жилых целях ритм жизни людей живущих на работах отличается от вечно спешащего и бегущего лондонца лодочные жители никуда не спешат их часто можно увидеть за чашкой кофе или застать за созерцанием проплывающих мимо лебедей а каждая лодка является эдаким отражением своего хозяина многие из них украшены по бокам различными узорами и фигурами на корме цветами деревьями статуями будды драконами двух одинаковых лодок не найти если вы вдруг решите заняться на роботингом то следует ознакомиться с правилами по водным путям великобритании следует двигаться с правой стороны но не совсем с краю каналы могут быть неглубокими по краям и нужно иметь это в виду чтобы не застрять на мелководье лодочник стоит в задней части лодки и толкает румпель влево чтобы двигаться вправо и наоборот да это сбивает с толку и легко забывается так что двигайтесь медленно и всегда планируйте заранее помните что лодка поворачивается примерно посередине тормозов нет поэтому выключайте двигатель чтобы остановить лодку перемещайтесь по мостам все они пронумерованы и по ним можно определить где вы находитесь на канале уступают дорогу на мостах тому кто доберется до него первым на реке уступайте дорогу лодкам идущим вниз по течению вам не нужна лицензия чтобы управлять узкими лодками операторы по аренде лодок по каналам предоставляют квалифицированное обучение по прибытии а также всю подробную информацию об устройстве лодок когда вы будете посещать лондон настоятельно рекомендую посмотреть район маленькая венеция little venice это живописный район лондона расположены на пересечении каналов и джинс и гранд юнион в районе мэйдэвэл в западной части лондона район получил свое название от знаменитого итальянского города венеция сложно догадаться из-за сети каналов и водных путей маленькая венеция известна своими очаровательными плавучими домами пришвартованными вдоль берегов каналов а также усаженными деревьями улицами причудливыми кафе и пабами на берегу в этом районе также находится несколько культурных достопримечательностей в том числе театр канал кафе которым проходят различные театральные представления и комедийные шоу а также кукольный театр баржа где проходят кукольные представления как для взрослых так и для детей если вы любитель вина то бар при винокуренном заводе из лондон ликер порадует вас с разнообразной винной картой а если же вам по душе сладкая то французская пекарня флотинг бонжари порадует вас вкуснейшей выпечкой только имейте ввиду их круассаны настолько популярны что иногда заказывать их приходится за несколько дней любителям шоппинга можно посетить рынок камдон который находится прямо на берегу канала оригинс это очень модное популярное место где можно купить практически все что угодно а также угоститься всем известным стритфудом fish and chips или насладиться кухнями народов мира которых там в избытке в одном из своих выпусков о жизни в лондоне я делал обзор на студенческое общежитие находящаяся как раз недалеко от этого района его окна выходят прямо на канал что создают очень необычную для общежития атмосферу шесть лет я прожил в лондоне очень люблю этот город совершенно невероятным жизненным ритмом если вам интересно посмотреть про то как живут студенты в лондоне про учебу в разных странах мира то приглашаю вас на канал smart education где я делаю обзоры на учебные заведения по всему миру одним из самых популярных занятий в маленькой венеции конечно же является неспешная прогулка на лодке по каналам несколько компаний такие как лондон waterbus предлагают лодочные туры и аренду лодок что позволяет посетителям исследовать местность с воды любоваться красивыми пейзажами и делать живописные фотографии маленькая венеция также хорошо связано с другими частями лондона в нескольких минутах ходьбы находится несколько станций метро включая морок а веню мэйдэвэйл и паддингтон маленькая венеция привлекает туристов своей неспешей спокойной атмосферой в которую приятно окунуться после шума и суеты главных центральных лондонских улиц а в жизни на ней работах определенно есть свой шар тихое путешествие по спокойной воде возможность остановиться почти в любом месте канала и любоваться сельской жизнью такая жизнь многие по душе и некоторые люди готовы переехать на ней работ и даже несмотря на отсутствие электричества впрочем в наши дни на большинстве нау ботов электричество все же имеется настоящее время строится новые боты и их количество растет с каждым годом на сегодняшний день официально их количество достигло более 30 тысяч что говорит о популярности этого вида транспорта не только в лондоне и во всей великобритании друзья ну а на этом наш выпуск про не роботы подошел концу если вам понравился этот необычный ролик ставьте лайк обязательно подписывайтесь на канал если хотите видеть уведомления о наших новых выпусках я напоминаю вам что у меня два youtube канала один смапс education про зарубежное образование другой егор еремеев я рассказываю много интересных фактов о городах и странах путешествую по разным местам ближайшее время отправляюсь в турцию стамбул и стамбула в лондон из лондона в брюссель из брюсселя в милан из милана в мадрид из мадрида в женеву и конечно не забывайте писать комментариях если вам интересно узнать про какой-то город или страну обязательно мы читаем все и делаем различные выпуски по вашим комментариям спасибо и увидимся спасибо 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 спасибо